Девушки отдыхают Мне нравится ключевое слово простой То есть его может сделать мама со своим ребенком Да, конечно Так что нам для этого необходимо? Нам необходимо клей-пистолет, ножницы, шишечки, декорчик И самое важное это каркасик Как мы изготовляли каркас? Каркасик можно купить уже готовый пенопластовый Этот я сделала как ручная работа Просто вырезан был картончик На него выложена бумага И обвернут мешковинкой То есть вполне легко сделать? Да, дома в домашних условиях Мама, дети все это могут сделать Это очень просто и экономно Сейчас мы приступаем именно к декору этого каркаса Нам надо расположить, как бы мы хотели использовать наш декорчик У нас есть пробки, зерна кофе, бусинки, звездочки, сердечки Звездочки, я смотрю, что они тоже изготовлены руками Из чего? Это материал, это дерево Ну, тоненькое дерево, шпон Называется, можно приобрести на рынке Здесь можно не только звездочки, но абсолютно разные фигурки Да, да, звездочки, сердечки, снежиночки Давай, Инночка, попробуем что-то выложить А потом мы это все приклеим У нас еще есть ленты И маленькие спилики дерева тоже можно приклеить Звездочек много не бывает Вот так, по кругу Можно с одной стороны сделать шишечки Так, смотри, у нас есть также пробки Их тоже можем использовать? Да, конечно Можно просто приклеить А можно? Можно их обернуть, сделать бантик Давай, я буду пока обворачивать делать бантик Я думаю, наш клей-пистолет уже разогрелся И можно приклеить Наши первые Не дотягивается немножко Так Мы можем задекорировать пробку с помощью жгута Чем еще? Я так понимаю, можно на нее еще приклеить кофе-зерна Да, можно кофе-зерна Можно бусинки приклеить, обернуть Вот так Шишечки мы тоже приклеим с помощью клеевого пистолета Да, у нас все крепится на клеевой пистолет Можно ПВА, но клеевой пистолет более надежнее Так, первый бантик у меня есть Располагай, где он будет находиться Давай сюда У нас есть еще сердечки из картона Кстати, да, я смотрю, что сердечки уже заранее задекорированы кружевом Да, это просто обыкновенный картон Задекорировано кружево Опять же таки, можно сделать Чтобы это подчеркнуть в стиле рустик Обернуть мешковиной Этим я тоже займусь Так Я смотрю, что у нас еще пока остались нетронутыми зерна кофе Да, у нас есть зерна кофе Их можно расположить как мало, так и рясно Прям густо-густо на весь веночек Отрезаем Вот от тебя совет, как от дизайнера, от художника, от декоратора Что лучше, чтобы очень много декора было на веночке Или все-таки придерживаться какой-то золотой середины Это все зависит от вкуса, от что любит человек Я люблю минимализм, я люблю моно-веночки, двухцветные веночки Я не использую слишком напыщенные, яркие, контрастные Хотя бывает под настроение, чего-то вот такого хочется попсового, яркого С розовыми лентами, со стразиками Аленочка, вот сегодняшний наш веночек, стилярустик К какому дизайну интерьера может подойти? Потому что я понимаю, что не в каждый дизайн может он подойти Это в простой интерьер подойдет В интерьере, где много использовано дерева, природные материалы Сдержанные тона в интерьере В таком, думаю, подойдет Ну что ж, я почти закончила с сердечком У меня есть бантик еще Нужно его прикрепить Что-то накрутило Бантик мы тоже делаем из мешковины Да, из мешковины, все очень просто Куда мы будем укрепить сердечко? Я думаю, мы приклеим второе тоже Ну, как это моя традиция, я люблю два парочка обязательно Для того, чтобы в семье все было в паре? Да, да, ну если мы будем дарить этот веночек, чтобы не одно, а два сердечка И вот так второе Развучало только что, что этот веночек мы можем использовать еще как подарок Да Кому можно подарить такой веночек в таком стиле? К какому возрасту он подходит? Мужчины, женщины? Ну, он более такой у нас получился брутальный, грубоватый Я думаю, он подойдет в офисе можно повесить В магазине можно друзьям подарить Начальнику в офис, например, ну как бы в кабинете повесить А вот если кто-то из наших телезрителей захочет сделать этот веночек подарком для любимого человека Чем мы можем его разбавить, чтобы показать все чувства, которые чувствует человек? Я думаю, можно добавить яркости, каких-то цветов, блеска немножко Хотя в стиле рустик он не приемлет, ну как бы Но немножко блоска можно добавить Ну вот, например, вот есть бусинки Я предлагаю добавить пару бусинок, чтобы сделать все-таки наш веночек для влюбленного человека Это не характерно этому стилю, но почему бы и нет Можно экспериментировать То есть эксперименты в этом стиле тоже присущи Да Добавляем немного бусинок Думаю, где-то вот так Отлично Хочется показать наш веночек нашим телезрителям, какую красоту они могут сделать дома буквально за несколько минут Предварительно заготовив каркас Сказать спасибо тебе, Аленочка, за то, что в который раз радуешь нас под такими шедеврами дизайна Декор интерьера, который подойдет абсолютно каждому человеку, главное только захотеть его сделать Нагадую нашим телеглядачам, что сегодня до студии Нового дня завитала Алена Тимонова, декоратор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова